Доброго вам дня! Мы сейчас в Санкт-Петербурге на набережной Черной речки с нашими уважаемыми экспертами, историками российских железных дорог. Я очень рад, что они приехали к нам в гости из Москвы. Чем славен Петербург? Да здесь, куда ни ткни, везде история. И вот прямо за нами находится дом, который тоже интересен с точки зрения железнодорожных любителей. Но, как выяснилось, мои дорогие гости знают о нем гораздо лучше, чем я. Поэтому я уступаю им слово и исчезаю из кадра. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем рубрику «Ликбез с Романом». И, как вы помните, меня зовут Роман Молочников. Сегодня я вам хочу рассказать про пассажирский паровоз серии «С». Но нашу передачу сегодняшнюю мы начнем не с паровоза, а с интересного исторического места в Петербурге, имеющего, как ни странно, непосредственное отношение к паровозам серии «С». И рассказать мне эту историю поможет мой друг Иван Скворцов. Как говорят в народе, трудом праведным не наживешь палат каменных. А вот этот пример прямо провергает народную поговорку. Знакомьтесь, доходный дом Сергея Ивановича Михина, который был директором Сормовского завода и крестным отцом паровоза «С». Как вы знаете, Сормовский завод довольно поздно, в 1790-е годы только, начал выпускать паровозы. И ему было далеко до таких гигантов, как Путиловский завод с его очень мощным конструкторским бюро, как Коломенский завод с его мощной производственной базой. Ну, в общем-то, второстепенный завод. И он был бы таким, если бы не Михин, который сделал его благодаря разработке паровоза «С» одним из ведущих промышленных предприятий Российской империи. И вот этот доходный дом в стиле предконструктивизма стал не только следствием успеха паровоза «С» финансового, но и своеобразным ему памятником. Потому что если бы не было бы масштабного государственного заказа на Сормовский завод, то и не было бы вот этого дома, который был по тем временам первокласснейший, с центральным отоплением, с современной системой канализации и предназначался прежде всего для нужд железнодорожников. Сергей Иванович Михин был выдающимся инженером. И, как ни странно, он происходил из купеческой семьи в Костроме. Родился на 1860 году и получил превосходное образование в технологическом институте в Петербурге. Его карьера развивался очень успешно. Он имел ряд патентов и наград. Например, он один из первых написал первоклассную книжку по обслуживанию тормоза и Сингауза для паровоза. Возможно, вот эти вот его коммерческие, не только инженерные, но и коммерческие способности и позволили сделать паровоз С таким успешным, каким он был на наших отечественных железных дорогах. Судьба Михина очень интересная. Она, по существу, является авантюрным романом по той причине, что, поднявшись до председателя управления Алтайской железной дороги, члена Совета общества Бромлей, он был вынужден эмигрировать через Константинополь в Германию, где стал одним из руководителей Общества российских инженеров в Германии. Однако в 1920-е годы вернулся в Советскую Россию. Здесь он занимал очень высокие посты. Например, был руководителем такого научного предприятия, как Гипромисс, занимающийся разработкой промышленных предприятий в годы индустриализации. Однако его дела, которые сейчас есть в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, не содержат информации после 1936 года. Скорее всего, он, видимо, не пережил эпоху Большого террора. Но его жизнь продолжается в замечательном паровозе и вот в этом архитектурном памятнике раннего конструктивизма. Друзья, ну вот такая интересная история. И теперь мы переходим, собственно, к паровозу серии С. А теперь мы грецы к паровозу. Мы находимся возле совершенно замечательного пассажирского паровоза серии С. Единственного сохранившегося из огромной серии этих паровозов, в которых было построено всего 678 единиц. Эта машина еще примечательна тем, что, не считая паровоза серии У, этот паровоз является редчайшим экземпляром магистральных пассажирских паровозов дореволюционной России. К счастью для нас, от паровозов серии С сохранились не только дома, книги и альбомы чертежей, но и вот этот замечательный натуральный образец. Настоящий паровоз, сохраненный усилиями общества любителей железных дорог и сегодня бережно сохраняемый в Петербурге в Музее железных дорог России. Иван, на самом деле паровоз серии С имеет довольно узнаваемый внешний вид. Безусловно. Да. Вот эта вот коническая дверца на домовой коробке, поддерживающая ось. Но ведь на паровозах, на российских пассажирских паровозах, современном паровозе серии С, ничего этого не было. Паровозы имели иную колесную формулу, серия Н имели 1.3.0 колесную формулу, серия БУ 2.3.0, серия К, то же самое, две бегунковые оси и три поддерживающие 2.3.0. Откуда, почему родился этот паровоз с такой вот колесной формулой 1.3.1, совершенно не характерной для российских дорог? Ведь существует несколько довольно разнообразных точек зрения на его происхождение. Кто-то говорит, что конструкция этого паровоза была заимствована у паровоза итальянских дорог. Кто-то говорит, что это было совершенно новое в истории русского паровозостроения. Что ты думаешь вообще по этому поводу? Мне кажется, что это самый главный вопрос, когда изучаешь историю серии С. Это вопрос его происхождения. Откуда и почему этот паровоз вообще возник? И почему его конструктивные особенности именно таковые, какие мы и можем наблюдать? Лично мне этот паровоз совершенно не нравится. Это мое личное отношение к нему. Это очень смелое утверждение. Ну, как бы, душе ты не прикажешь. Но надо так отметить, что и отношение современников к этому паровозу было далеко неоднозначным. Отнюдь не только лишь хвалебным. Например, Ломоносов считал с технической точки зрения развитие вот такой вот колесной формулы 1.3.1 тупиковым. И, в принципе, с ним можно согласиться. Но надо признать, что паровозы С, конечно, сыграли огромную роль в развитии железнодорожного транспорта России. Создание паровоза С, оно во многом уникальное. Потому что техзаданий на этот паровоз не существовало. Невозможно найти то, чего не существует в принципе. На рубеже 19-20 веков в Российской империи существовало два типа собственности на железных дорогах. Это частная собственность акционерного общества и государственная собственность. Естественно, существование между частной и государственной собственностью в Российской империи были немирные. То есть баланса между ними так и не удалось достичь. И государство не было на самом деле заинтересовано в развитии частных железных дорог. Паровоз С является инициативным проектом. И отсюда никакого техзадания не было на него, потому что никто его и не составлял. Вот в чем дело. Что завод он сам предложил. А уже Петербург-Варшавская дорога за этот проект ухватилась. То есть заказчиком практически выступила Петербург-Варшавская дорога. Тогда она уже была северо-западной. Это огромный гомерат дорог, который возглавлял видный научный деятель стажаров. Так это же была казенная же дорога, северо-западная. Ну, северо-западная дорога, она была казенная, но она и проект не составляла. Вот в чем проблема. Уникальное само явление, что государство, которое обладало колоссальными ресурсами, оно не было заинтересовано внедрением новых типов. По крайней мере, в каком-то быстром обновлении подвижного состава. А вот частные общества, которые жили на прибыль, которая тогда уже не гарантировалась государством, они стремились свой подвижной состав модернизировать. Да-да-да. Но здесь ситуация с паровозом С немножко другая. Северо-западные дороги, они на тот момент уже были государственные, но и проект они не составляли. Тогда почему Сурмовский завод рискнул и полностью этот риск оправдался? То есть это была инициатива Сурмовского завода? Это была инициатива Сурмовского завода и его руководителя Сергея Михина. Ну а зачем паровоз такой мощности требовался для Петербурга-Варшавской дороги? Давайте обратимся, собственно говоря, к условиям работы подвижного состава на Петербург-Варшавской дороге в начале века. Какие паровозы там существовали? Все скорые поезда на момент 1903-1905 годов обслуживались паровозами «Тандем-компаунд» ПП. Он был, кстати говоря, единственный пассажирский паровоз, который был заказан именно казенными железными дорогами в 1898 году. В целом этот паровоз был достаточно удачный. Он был быстроходный. За счет того, что он был четырехцилиндровый, он имел хорошее взятие с места. То есть он не имел вот этой вот врожденной болезни компаундов двухцилиндровых в виде медленного разгода и проблем с троганием. И в целом его ходовые характеристики дорогу устраивали. Но я так, насколько помню, он использовался для курьерских поездов. Он использовался для курьерских и для пассажирских поездов. Для курьерских поездов с массой поезда 250 тонн. В период с 1898 по 1911 год на главном ходу Петербурга-Вашавской дороги паровозом «П» допускалась предельная скорость 90 верст в час. 97 километров в час. Да, и поэтому скорости движения на северо-западных дорогах и на юго-западных, где такие же паровозы работали, являлись наибольшими. Но проблема заключалась в том, что скорость хода курьерских поездов непосредственно зависит от скорости хода пригородных поездов. Невозможно вписать в график движения пригородных поездов, если они ходят медленно, многочисленные скорые поезда. Поэтому главной проблемой для Санкт-Петербурга-Вашавской дороги было не скорое движение, а прежде всего пригородное и движение тяжелых багажных и почтовых поездов. И вот здесь у него не было паровоза, который бы, по крайней мере, на перспективу мог обеспечить высокие скорости движения. Сергей Михин, как мы уже говорили, был не только высококлассный инженер, но он имел совершенно феноменальное купеческое чутье на деньги. Он их, видимо, очень сильно любил, а они любили его. Поэтому... Везет некоторым. Сормовский завод, который до этого не строил собственных типов паровозов, в 1908 году предоставил в комиссию подвижного состава и тяги, так называемую Щукинскую комиссию, эскизный проект нового мощного паровоза колесной формулы 1.3.1, Прерия. До этого такая колесная формула на наших железных дорогах никогда не встречалась. Да и, на самом деле, для континентальной Европы она была мало характерна. То есть Михин, он практически, услышав, что Петербурга-Варшавской дороге требуются какие-то иные, более мощные паровозы... Пронюхов, да. Ну, бац, и отдал, скажем, наверное, приказание конструкторскому бюро своего завода составить такой проект и представил его на рассмотрение. Тут важно обратиться к интересной мысли, которую высказал великий русский инженер Юрий Владимирович Ломоносов. Он считал паровоз С по существу сверхусиленным паровозом НВ, которому под будку подкатили еще одну ось. Очень интересная мысль. В этом есть определенная логика. Суть в чем? С Санкт-Петербурга-Варшавская дорога, несмотря на то, что она была дорогой престижной, по существу это зримое окно в Европу. Да, да, да. Это сейчас она находится в запустении, в полном упадке, а тогда по ней ходили международные экспрессы. Она была дровяной дорогой, и нефть, а это основное топливо русских паровозов того времени, стало вводиться там только на самом деле к паровозам С, то есть уже к 1910 годам. То есть все международные экспрессы, об этом, кстати, отмечал даже Набоков, они ходили на дровах. Нормально. Дрова, как известно, имеют низкую теплотворность, и поэтому, хочешь не хочешь, требуется большая площадь колосниковой решетки, потому что они, ну, понятное дело, чурбак гораздо более объемный, чем уголь. Ну, например, вот если брать теплотворность Донецкого угля, который использовал, например, юго-западная дорога, около 7 тысяч килокалорий, то, ну, дрова в два, в два с половиной раза были гораздо меньше теплотворные. В случае с С конструкческая логика была вполне понятна. То есть топка, которая традиционно на паровозах того времени, на русских, и 2.2.0, и 2.3.0, и 1.3.0 располагалась в межрамном пространстве, ну, либо в межколесном пространстве, как на паровозах Ка. Да. Она была просто по площади решетки непригодна для дров. Соответственно, ее нужно было вынести за раму. А вынести за раму можно было только лишь, использовав по существу паразитную бегунковую ось. Вот я кладу руку на кожух топки. Видно, насколько она широкая. Что она шире не только рамы, вот она рама, да? Да. Но и колеса. Такую вот большую площадь решетки возможно было бы получить только если вынести ее за раму. Здесь это очень хорошо наглядно видно. Тут понятно, что в принципе тут важна еще не только сама площадь, сколько еще геометрия. Она, вот эта топка на S, ее решетка имеет правильную форму. Она, скажем так, близко квадратной. Теоретически такую площадь, 3,8 квадратных метра, можно получить, если даже расположить топку между рамами. Но она тогда будет длинной. И прокидывать углем тот дальний угол будет практически невозможно. Надо сказать, что паровоз, к примеру, У, да, или еще какой-то, имеет хорошую топку. И паровоз S имеет хорошую топку. Только они, каждый, хороши для своего вида топлива. Большая решетка нужна для того, чтобы эффективно топить низкокалорийным топливом. Тоже вариант, да. Котел паровоза S оценивался как хороший, но не как отличный. Ломоносов отмечал даже на нефтяном топливе некую вялость парообразования. В отличие, например, от паровозов КУ или У. И это он связывал с тем, что при очень большой площади решетки объем топочного пространства не был достаточно развит. Такой котел имел гораздо более низкие рабочие форсировки, чем, например, на КУ или на, тем более, У. Паровоз S – это редкий тип паровозов с поддерживающими осями, где поддерживающая ось находится в базе жесткой. То есть она находится в раме. И составляет одну базу, соответственно, с ведущими осями жесткой. Да, да, да. Вызвано это во многом было тем, что поворотные круги на Санкт-Петербург-Варшавской дороге не смогли бы на тот момент вместить машину, которая имела бы, например, вынесенную гораздо дальше ось, как, например, на паровозе СВ в тележке. Поэтому пришлось вмещать это в жесткую базу и ее жестко фиксировать. А вот скажи, пожалуйста, а пригородные поезда на Петербург-Варшавской дороге какие паровозы обслуживали? Обслуживались они паровозами 130-Н. То есть это НД или НВ, они там работали? НД их не было там, там были НВ. Естественно, делали ставку уже на НД с колесами 1700 мм, поскольку у них было получше взятие с места. И паровозы, которые обозначались на северо-западной дороге буквой «Б», это «БГ» и прочие. Это старинные паровозы 1-2-0. Они водили поезда, вот, например, участок Петербург-Ревель, очень тяжелые, там, 51 ось, вот что-то такое. То есть, в принципе, их вес достигал там 400 тонн. Да, что маленькие паровозики не справлялись, они буксовали. Буксовали, очень быстро изнашились, поскольку работали на предельных режимах. И самое главное, там дальше уже так было, мириться с этим нельзя, по той причине, что невозможно было повышать скорость движения для курьерских поездов. Понятно. Ну и в итоге получается, что фактически это паровоз серии «С», это такая глубокая модернизация паровозов серии «Н». Да, вот, например, обрати внимание на тележку. Ну, тележка, вот, крайняя балка тележки в одной плоскости с буфельным брусом. Да, но, наверное, операторы потом покажут, как это сбоку. Для, вообще, для быстроходных паровозов, особенно когда они двигаются на участках с многочисленными кривыми, необходимо двухосная тележка с центральной опорой. А еще желательно, если бы, например, эта тележка не только могла вокруг этой опоры поворачивать, но еще и имела бы поперечное отклонение. Ну, например, впервые такая тележка появилась на паровозе ПБ на юго-западной дороге. А самая совершенная тележка с специальными радиусными рессорами – это была тележка на паровозе «ЛП», ну, «Л». Да, «2-3-1», «Пасифик». А что касается… На наших дорогах, прежде всего, на казенных дорогах, использовались паровозы, которые либо вообще тележки не имели, паровозы «НД». Там была ось Адамса подвижная. Передняя, бегунковая. Да, она могла делать только небольшие поперечные отклонения. Либо на паровозах «НВ» установили тележку-конструкция «Бисселя». Она не была связана с первой цепной осью. Здесь же, почему этот паровоз часто относит к изводу, если можно так сказать, итальянских паровозов, здесь была применена довольно редкая схема, так называемая «Цара-Крауса». Суть заключается в том, что бегун, который совершает радиусное перемещение, он связан водилом с первой цепной осью. И эта цепная ось может совершать поперечное движение в противоположную сторону поворота бегунковой оси. Таким образом, имитируется работа отчасти, имитируется работа двухосной тележки. Сам бегун, он заневолен упирающимися в него рессорами. То есть это водило, оно не свободно там двигается, а имеет упругие упоры. Так, ну, получается, что передняя сцепная ось, ведущая сцепная ось, она, получается, тоже подвержена перемещениям. Ну, а как же тогда быть с дешлами, со сцепными дешлами? Там особая конструкция, а буксы как же? Здесь Сормова выплачивала патент «Цара», потому что, во-первых, применялась особая конструкция букс, а во-вторых, специальные шарниры, которые позволяли перемещать сцепную ось в поперечной плоскости, не создавая изгибающих воздействий на дышло. Очень интересно. Вот обратите внимание вот на этот шарнир. То есть получается, что благодаря вот этому шарниру, вот здесь его масленка находится, спарник мог двигаться по той причине, что ось имела поперечное перемещение. То есть это сделано для того, чтобы компенсировать поперечное перемещение первой сцепной оси. Ну, я все-таки немножко вернусь. Опять, ты меня поразил вот этой мыслью, что С – это модернизированный паровоз серии «Н». Ведь действительно, ты, похоже, прав. Поскольку, если взять переднюю часть паровоза, колесную формулу 1.3, одна бегунковая ось и три поддерживающие, и конструкцию все-таки передней тележки в чем-то заимствованную от паровозов серии «Н», то получается, что это правда какой-то такой модернизированный элемент с увеличенным котлом, и для компенсации вот этого большого котла была поставлена бегунок поддерживающего оси. Можно эту мысль… Да, Роман, ты прав. Эту мысль можно развивать и дальше. Если посмотрим эскиз, то, во-первых, предлагался не только паровоз однократного расширения с перегревом. Первоначально также паровоз «С» планировался как паровоз «Компаунд». Да ты что! Двухцилиндровый. Но это же настолько очевидно. Да, и фактически на первом заседании от паровоза «Компаунд» по образцу «НВ» отказались. Но гораздо дольше, вплоть до 1910 года, в документах фигурирует наличие двух диаметров колес цепных осей. Это 1700 и 1900 миллиметров. То есть это точно так же, как и на «НВ»? Да, аналогичный, как для, скажем, курьерского и для пассажирского паровоза серии «Н». И только лишь в 1910 году решили перейти на привычный по отечественным пассажирским паровозам более позднего времени диаметр 1830 миллиметров. 1800. А потом он диаметр был увеличен за счет увеличения толщины бандажа. Это было циркулярно для всех паровозов. Возможно. В конструкции паровозов серии «С» есть какой-то итальянский след. Якобы паровоз был чуть ли не скопирован с серии итальянских пассажирских паровозов. Так ли это? Это вопрос очень неоднозначный. И он решается на самом деле не столько реальной историей паровоза «С», сколько отношением, собственно говоря, к заимствованию в технике. исследователи. Суть в чем? Что, безусловно, и это надо подчеркнуть, на паровоз «С» повлияли и повлияли определяющие паровозы государственных итальянских железных дорог 680-й серии. Здесь об этом свидетельствует не только, например, и конструкция 130, колесная формула, и наличие бегунковой тележки Цара Краус, собственно, Цара Таджузеппе, это и есть итальянский конструктор и конструктор непосредственно 680-й серии. И характерная коническая дверца, и, например, топка, которая вынесена за раму, и при этом при всем задний бегунок находится в жесткой базе и неподвижно крепится к раме, это все просматривается на паровозах 680-й серии. Более того, сам Михин к обоснованию своего проекта прямо ссылается на итальянский опыт. То есть он прямо ссылается на итальянский паровоз, как на паровоз, который служит образцом для проектирования. Но, однако, надо отметить, что, во-первых, 680-я серия и его... и следующая 685-я серия это четырехцилиндровый паровоз с коленчатой ось. Они имели другую топку, они имели топку Крамтона, а этот имеет топку Бильпера. И в целом, ну, не удалось найти свидетельств о том, что, например, Сормово закупало чертежи итальянских паровозов. Поэтому говорить о каком-то прямом копировании нельзя. И при этом при всем надо всегда иметь в виду, что техника невозможна... развитие техники, вернее, невозможно в вакууме. Не, ну, естественно, заимствование каких-то новых технических решений, оно всегда, в общем-то, было в мировой практике машиностроения. Безусловно. Да, и по автопрому это видно, и просто по паровозустроению это не настолько очевидно. Хотя, наверное, тут ты прав. Но, насколько я знаю, вообще конусное оперение дверцы паровозов на наших паровозах появилось на С не впервые. На С она появилась действительно не впервые. Впервые ее поставили на полутанк Резонуральской дороги. На самом деле, вот эта коническая дверца, она делает любой паровоз очень стремительным, фотогеничным, если можно так сказать, и запоминающимся. По существу, как бы кто ни говорил, она не имеет какого-то функционального значения. То есть это, по существу, дизайнерский элемент. Кстати говоря, опять же, в описании паровоза С говорится, что это «ветрорассекатель», они его называли, и установили он для гармоничности вида. Та идея о том, что он что-то там догружал какую-то переднюю ось, она несостоятельна, потому что сам конус, он внутри пола и незначительно тяжелее, чем плоская дверца. Но в советское время, уже в позднее советское время, каким-то попрежденным паровозом, восстановленным там при капитальном ремонте, на самом деле, этот конус снимали. Ну, видимо, просто потому, что они приходили в полную неугодность и заменяли обычными плоскими дверцами. Паровоз, на самом деле, паровоз терял свой эстетичный вид. Он становился каким-то обычным таким паровозом, какой-то сельмяжной трудовой лошадкой. Ну, соглашусь абсолютно, потому что вообще технический дизайн, это всегда комплексный дизайн. Убери что-нибудь и сразу общий вид резко ухудшается. Паровозы Сириес имели какое-то отношение вообще к Николаевской дороге? Как вообще они там оказались, появились? К Николаевской железной дороге эти паровозы не имели никакого отношения. Потому что тогда, когда разрабатывался эскиз и разрабатывалась рабочая документация на паровоз С, то есть это 809 год, Николаевская железная дорога в качестве перспективного типа видела паровоз не 1-3-1, там даже и речь об этом не шло, а 2-2-1. Удивительно, потому что паровозы такой колесной формулы на отечественных условно-железных дорогах эксплуатируют только Варшавско-Венская дорога. Да, и то иностранного производства. Да. А тут вот на основании эксплуатации паровозов Н и необходимости поднять скорости решили проектировать этот паровоз самостоятельно. Но вот тяжелое экономическое положение страны после русско-японской войны оно не позволило это сделать. Хотя, например, дорога и купила тогда был начальником Ванифатьев. Да, этот Ванифатьев он санкционировал покупку чертежей паровоз 2-2-1 французской северной железной дороги, видимо, как образец. Но дальше этого никуда не пошло. Продолжали экспериментировать с повышением скорости хода для паровозов Н. В принципе, определенные резервы на 908-й год, 909-й, 9010-й еще сохранялись. Но на будущее, конечно, ну, скажем так, в будущее на паровозах Н было уже въехать нельзя. Это прекрасно понимали. Тут надо еще отметить вот что. Без паровоза С они начали поступать на Николаевскую железную дорогу с 13-го года. Поработали они, на самом деле, там в период дореволюции мало. И в основном их ставили прежде всего на тяжелые багажные почтовые поезда. Ну, то есть, для чего и создавался паровоз Сирес? Это для вождения именно тяжелых багажных поездов, для поездов, как говорили, пригородных, требующих поезда, при вождении которых требуются частые разгоны, остановки. Все-таки надо смотреть на вещи реально, понимать, что состав курьерского поезда на Николаевской железной дороге не превышал семи вагонов. То есть, это 240 тонн, скажем так, 28 осей, максимум 32 оси. И ПРОСС, он был чрезмерен для такого состава. И, в принципе, Эну, к примеру, с колесами 1900, водила поезда с значительными скоростями. Тем более, что после 1911 года скорости были подняты, и те же самые паровозы Н могли следовать по главному ходу со скоростью 100 км в час. Я, насколько знаю, на Николаевской дороге проводились испытания в 2012 году с пассажирскими паровозами. В испытаниях участвовали, насколько я помню, и КУ Коломенского завода, и паровоз серии Б, и паровоз серии С. И ты вот как следующий человек расскажи, что показали эти испытания? Эти испытания были организованы Юрием Владимировичем Ломоносовым как составной элемент его масштабной программы по испытаниям подвижного состава. И проводились они не только на Николаевской железной дороге, но еще на Московско-Курской дороге. Это все 1912-1913 года, очень масштабные испытания. На Московско-Курской железной дороге испытывали паровозы с малыми и средними скоростями, а вот на участке Москва-Тверь испытывали паровозы с максимальными скоростями. Топливом выступала нефть по той причине, что, во-первых, тогда нефть считалась перспективным видом топлива, а во-вторых, именно на нефти можно было получить максимальные экономические и мощностные характеристики локомотива. Какие локомотивы там использовались? Использовался безусловно вот этот паровоз локомотив С, его, скажем так, навязанный фактически ему конкурент паровоз КУ, четырехцилиндровый паровоз У, усиленный, то есть компаунд с перегревом, паровоз Б, 2,3,0 и несколько типов паровозов Н. Цель Ломоносова Который говоря простым языком был в плохих отношениях с Щукиным было не только например получение каких-то объективных данных по основным типам паровоза и даже не оптимальное их распределение потом по железным дорогам в зависимости от положительных и отрицательных черт но прежде всего он хотел доказать неперспективность двухцилиндровых компаундов и неперспективность паровозов Н, за которые держался Щукин Паровоз Н считался фактически основным пассажирским паровозом на отечественных железных дорогах и Щукин лоббировал производство этих паровозов на паровозостроительных заводах Так в итоге что испытания как они прошли какие они выявили как бы преимущества паровоза в серии С какие оказались его ходовые качества Тут надо отметить одну интересную вещь есть такая точка зрения что паровоз С обладал какими-то экстраординарными ходовыми качествами относительно других паровозов того времени как ни странно это испытание с одной стороны подтвердили с другой стороны таковую точку зрения Мы можем судить об этих испытаниях не только по Ломоносовским книгам но по большому отчету в Российском императорском техническом обществе и по этому отчету видно следующее что безусловно паровоз С и паровоз КУ являются наиболее мощными и наиболее быстроходными паровозами на тот момент паровоз КУ как ни странно обладал немного более лучшими ходовыми качествами экономичностью и чуть большей мощностью чем ЭСКО Ну про ходовые качества я бы конечно согласился поскольку двухвостая бегунковая тележка КУ тем более спроектированная самим Нальтейном он очень много внимания уделял именно экипажным частям паровозов я думаю что она давала паровозу в общем значительное преимущество перед одноосной бегунковой тележкой Ломоносов отмечал то что котел на КУ спроектирован лучше он имеет средние форсировки несколько более высокие чем у паровоза ЭС Это за счет чего это происходило? За счет того что отношение площади нагрева топки то есть объема топки к трубчатой части у паровоза КУ больше как уже отмечалось на участке между Москвой и Тверью паровоза КУ и ЕС использовались для испытаний со скорыми поездами средние скорости там были на этом участке около 85 км в час для средние для обоих типов паровозов но осенью 1913 года Ломоносов провел испытание с скорым поездом молния между Петербургом и Москвой который должен был пройти за 8 часов этот путь в 13-м году за 8 часов да в 13-м году за 8 часов ну соответственно учитывая остановки необходимость смены локомотива необходимость заправки водой необходимость смазки надо понимать что скорости технические скорости не могли быть меньше чем 100 верст в час вели этот поезд попеременно паровозы С и КУ две из этих поездок окончились неудачей время не уложились паровозы сломались а вот одна как раз в декабре она оказалась удачной и паровоз был и поезд был благополучно доставлен в Москву это был фактически рекорд скорости на российских железных дорогах поскольку что КУ что С развивали скорость свыше 120 км в час причем с тяжелым поездом 340 тонн ничего себе это что я читал 125 км в час ну здесь к сожалению источники говорят разные цифры очень хорошими ходовыми качествами обладал паровоз Б он например на одном из участков по данным Ломоносова выдерживал скорость 111 км в час среднюю и 123 максимальную но паровоз Б несмотря на свои положительные ходовые качества он был все-таки слишком слаб и поэтому например для тяжелых поездов он не назначался я имею ввиду на этих испытаниях еще характерная черта для С но это в общем-то черта для всех курьерских паровозов вот здесь стоят фитили и дышлова масленка она увеличенного объема это сделано для того чтобы быстроходный паровоз мог мог долго двигаться на предельных скоростях без нагрева подшипника без смазки без долива смазки да и требовал бы при этом при всем очень редкие доливы смазки вот самые большие дышловые масленки имел паровоз ЛП который строился чуть позже чем С там смазывался он через аж 300 километров а вот здесь вот собственно конструкция более простая но она все равно показательная еще характерной чертой для Эски является отсутствие гребня на третьей цепной оси изначально он был кстати от него отказались по той причине что паровоз сильно подтирал при вхождении в кривую это называется подрез гребня да гребень подрезался и вынужденно от него отказались у меня есть вопрос к зрителю например в предыдущем видео про паровоз У в одном из кадров очень хорошо видно что на паровозе У отсутствует гребень на первой цепной оси кто может указать в комментариях почему сделано именно так задом наперед то есть здесь последняя на У первая хороший вопрос уважаемые друзья надеемся на вашу активность в комментариях что можно сказать интересного про цилиндры данного паровоза тут надо отметить вот что казалось бы всем привычная схема но тогда в 900-е годы это было можно сказать хай-теком почему мы видим здесь золотник поршневого типа на большинстве русских паровозов которые тогда обращались по нашим дорогам золотники были коробчатые плоские они тогда только начали появляться это цилиндрические золотники значит да это цилиндрические то есть там поршневой золотник причина его введения повсеместного как раз началась по существу с паровозов С К и Б это первые наши паровозы которые работали на высокоперегретом паре от 320 до 350 градусов водовал благодаря мощному перегревателю вот этот паровоз и соответственно плоские золотники они просто коробились и перегревались поэтому вынуждены вводили вот эту схему она более сложная но при этом при всем хорошо работает на высокоперегретом паре и позволяет максимально увеличивать паровпускные каналы окна то есть увеличить наполнение с этим понятно под цилиндром что ты можешь сказать а цилиндром казалось бы ничего особенного он здесь диаметром 550 миллиметров но я хотел бы связать его с котлом суть в чем паровоз С очень несмотря как говорил Ломоносов некую вялость парообразования очень хорошо выдерживал длительное безостановочное движение даже большими нагрузками давление пара всегда за редким исключением держалась на одной отметке во многом это связано не только с собственно самими размерами котла а с тем что паровоз был немного недоцилиндрен то есть его парообразование было относительно цилиндра диаметром 550 миллиметров немного избыточно и поэтому когда начали проектировать паровоз СВ а на основе СВ паровоз СУ диаметр цилиндра сразу увеличили до 575 миллиметров ничего себе и еще одна интересная особенность о которой мы не говорили это тоже кроется в этих цилиндрах по первоначальному проекту и это было воплощено скажем так в металле этот паровоз имел увеличитель цепного веса так называемый трекшн инкризер то есть суть в том чтобы как раз при трогании с места напоминаю что он должен был водить не столько курьерские поезда сколько тяжелые багажные почтовые да нагрузить цепные оси и не допустить буксования и вот когда паровоз трогается и опасность буксования ушла соответственно этот прибор выключался и он двигался собственно в том в обычном режиме так вот его эксплуатация на северо-западной дороге даже зимой даже тяжелыми поездами в 400 тонн показала бессмысльность этого прибора потому что паровоз С из-за того что он был немного опять же не до цилиндра не был склонен к буксованию а вот например СВ он был гораздо более значительно склонен к буксованию не говоря уже например о паровозах типа ЛП так что в итоге получилось что С оказался довольно перспективным локомотивом так ли паровоз С оказался перспективным локомотивом но тогда на самом деле этого еще в полной мере не понимали по той причине что эксплуатировался и строился С для скажем благополучных времен никто не понимал и не представлял ужасы гражданской войны и на самом деле не будь этой гражданской войны не будь Брестского мира вполне возможно паровоз С бы и никогда не стал бы легендой поскольку например та же самая Николаевская железная дорога считала их уже на тот момент слабыми она готовила тип Pacific который также разрабатывал Михина Малаховский но произошло то что произошло когда страна находится в очень тяжелом экономическом положении не до технического эстетства не до многоцилиндровых машин нужны прежде всего простые всеядные и надежные паровозы и вот как и странно именно паровоз С стал таковым указывали что например одноосная ну фактически да одноосная тележка мягко говоря не соответствует его скоростным возможностям но после во времена гражданской войны и после у нас не было больших скоростей и поэтому большой нужды в двухосных тележках полноценных двухосных тележках не существовало считали что нефть будет перспективным видом топлива но большая площадь топки решетки вернее на паровозе С позволяло им работать и на дровах и на низкокачественном угле и самое главное этот паровоз не имеет каких-либо конструктивных излишев скажем так он прост надежен непритязательный паровоз как тот же самый Ломоносов говорил и именно поэтому С и стала той машиной которая была взята за основу разработкой в разработке нового типа массового паровоза СУ который вобрал в себе все лучшие качества своего предшественника а кто кроме Михина занимался разработкой конструкции этого паровоза Михин был председателем управления Сорумский завод а непосредственным непосредственной разработкой детальным проектированием занималась паровозно-техническая контора Сорумского завода под руководством Бронислава Сегизмундовича Малаховского высокоэрудированного специалиста который также кроме С разработал Сорумовскую Ижицу более поздние времена он занимался также разработкой паровоза Пасифик а в советские времена был одним из руководителей треста Гомз это трест который включал в себя машиностроительные заводы Коломенский и Сорумовский однако его судьба сложилась очень тяжело он был репрессирован и по делу промпартии и только в 1934 году был выпущен совершенно разрушенным здоровьем был болен туберкулезом и вскоре после освобождения скончался до сих пор не реабилитирован пусть мы даже своей передачей будем работать на восстановление доброго имени такого в общем-то авторитетного конструктора российских паровозов как Бронислав Сегизмундович Малаховский тут мне кажется надо отметить две две вещи имя Малаховского оно по существу никогда не забывалось это даже не в ванильные брежневские годы а в страшном по существу 1950 году когда Леонид Януш выпустил свою книгу о правостроении о российском правостроении и имя Малаховского там было указано это смело это было очень смело учитывая что сам Януш едва остался жив в результате разгрома института реконструкции тяги а Малаховский не был реабилитирован то есть по существованию не стоило говорить о Ломоносове к примеру тогда не говорили да да это то есть это свидетельство о чем что Малаховский был конструктор такого масштаба что как говорится солнце невозможно замазать черной краской оно все равно будет всегда светить как как известно паровозы с колесной формулой 1.3.1 впервые появились в Соединенных Штатах Америки в Южных Штатах и видимо поэтому они там получили прозвище прерий но наибольшее развитие паровоза прерий в Европе скажем получили тоже на юге в Италии в Австрии вот и у нас вот этот паровоз единственный кстати говоря с колесной формулой 1.3.1 в дореволюционной России также получил это прозвище прерий и на самом деле везде в бумагах в официальных и даже в заводских актах писали что у нас произведен паровоз прерий у нас выпущено два паровоза прерий и вот это прозвище на самом деле закрепилось за ним в то же время я слышал о том что у этого паровоза есть и другое прозвище ты расскажешь об этом что-то поподробнее очень часто этот паровоз называют Гонча Малаховского это такая легенда которая стала общепотребительной как обычно у нас легендами и бывает я думаю что сам Малаховский был очень удивлен если бы он узнал что собственно его паровоз называют именно вот так честно говоря я по первости не придавал никакого значения этому прозвищу пока не увидел гончу собаку что она вообще из себя представляет она такая небольшая лопоухая бегает обычно стаей выгоняет барсуков из нор честно говоря к вот такому солидному паровозу эта собака как-то совершенно трудно ее соотнести это больше надо сказать оскорбление серии нежели подчеркивание каких-то достоинств корни легенды что якобы еще в 20-е годы этот паровоз так называли но это не имеет никаких реальных документальных подтверждений и мне кажется что возникла она в ту пору советскую когда люди забыли о псовой охоте и просто-напросто человек этот мем пустивший он перепутал гончую-борзую а вот борзая она на самом деле очень похожа на курьерский паровоз если вообще можем говорить о сходстве животных и паровозов то есть это именно борзая вот собака высокая с длинными ногами с телом в котором воплощено как бы стремительное движение ну наверное я думаю да что бегущий борзую при определенном скажем так при определенной фантазии можно как-то ассоциировать с летящим курьерским паровозом со скоростью 100 верст в час хотелось бы еще прояснить вопросы про эксплуатацию данных паровозов в древерационной России все-таки это были другие условия скажи так с какими скоростями эксплуатировались данные паровозы что касается больших скоростей то конечно это Николаевская и Северо-Западная железная дорога и что касается Северо-Западной железной дороги есть сохранивший документ под подписью начальника тяги инженера Валуева от 1912 года который для паровозов серии С до Луги допускал скорость 100 верст в час а после Луги до Пскова они могли обращаться со скоростью 90 верст в час паровозы ПП в то время могли следовать со скоростями 103 верст в час все желающие могут версты перевести в километры на Николаевской железной дороге скорости были приблизительно аналогичные но и работали эти паровозы там гораздо меньше ну что ж благодарю тебя Иван за интереснейший рассказ об этом чудесном локомотиве благодарю вас друзья за просмотр нашего ролика и для тех кто сумел таки до конца досидеть и посмотреть можем объявить что за тот самый за правильный за кто первый ответит правильно на вопрос Ивана про отсутствие гребня на ведущей колесной паре паровоз серии У тот получит маленький приз чудесную книжку узкоколейные паровозы СССР хотелось бы услышать от вас какие идеи для следующих съемок вы можете нам подсказать еще раз благодарю вас за просмотр и надеемся увидеться в следующих передачах всем пока до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания